Мама – первое и самое главное слово в жизни каждого человека. И потому День Матери – один из самых главных и почитаемых праздников у многих народов. В нашей стране поздравляют матерей 14 октября, но торжественные речи звучат и задолго до этой даты, и после нее. Слов признательности и благодарности много не бывает. Накануне в Брестском облсполкоме чествовали женщин-матерей, отмеченных высокими правительственными наградами. Подчеркиваю, значимость вас, ваш материнский труд, ваше значение для общества. И этим еще раз подчеркивается, значимость, величие вашего материнского поля. Еще раз примите слова обочайшем благодарности за все то, что вы делаете и для своих детей. Но вы же не будете, как для праздников нашей свободной независимой Беларуси. Современные мамы стремятся преуспеть не только в деле воспитания детей, но и в карьерном и финансовом плане. Сегодня женщины все чаще занимают ответственные посты, занимаются бизнесом, работают и зарабатывают. Но при этом остаются заботливыми, добрыми и понимающими мамами, для которых самое главное в жизни – это здоровье и счастье детей. Притом не только своих, ведь чужих детей, как известно, не бывает. В Брестской области проживает свыше 14 тысяч многодетных мам. Это большая цифра. И вообще Брестская область занимает первое место по многодетным матерям. Потому что это как традиция, уже добрая традиция, что у нас в государственном уровне и в области очень ценятся такие вот женщины, которые свою жизнь отдают материнству. То есть воспитывают, самое главное, при начитании воспитывают своих деток. И вот орденом матери у нас тоже наибольшее количество среди других областей награждено. Если в республике орден матери с 96-го года получили 7640 женщин, так в Брестской области 2281 женщина. То есть 30% практически всех наград в республике получено в Брестской области. В ходе торжественного мероприятия в облсполкоме 19 женщинам был вручен орден матери. Среди них и Ольга Ивановна Сивак, которая даже на работе воспитывает и поддерживает детей. Ольга Ивановна помощник воспитателя в детском саду и дети часто называют ее своей второй мамой. И порой именно ей доверяют свои секреты и переживания. Дети награды от Господа – это главная награда. Потому что орден, это только лишь так. Это не наша награда, это Господь дает нам детей. И то, что мы делаем, наша жизнь обыденная. Это то, что нам должно делать. Хотя если еще и правительство награждает, то это, конечно, радует, что о нас заботятся, дают такую возможность воспитывать своих деток под мирным небом. И дают все возможное, чтобы они выросли настоящими гражданами, любили и свою родину, и своих родителей. Каждая женщина на вопрос о самой главной роли в жизни, безусловно, ответит материнство. Ведь именно дети – основная ценность и цель человеческой жизни. Главное – предназначение женщины и настоящее счастье, которым они посвящают жизнь. И каждый человек должен быть благодарен матерям, ведь именно от них зависит воспитание подрастающего поколения, а от него – будущее страны.